Не видать в Молдове сотрудничество с Россией в гуманитарной сфере. Как минимум, одобрение Координационного совета по телерадиовещанию программа на этот и следующие годы не получила. Более того, пункты о взаимодействии российских и молдавских СМИ вызвали на заседании всплески возмущения. По мнению советников, документ надо либо кардинально менять, либо отказаться от него в принципе. Но нежелание одобрить проект КСТР объяснил, как обычно, он защищает информационное пространство Молдовы. Проект программы сотрудничества Кишинева и Москвы в гуманитарной сфере предполагает в том числе свободную ретрансляцию в Молдове российских телеканалов. Это положение больше всего и возмутило представителей КСТР, которые, напомним, не так давно единогласно запретили вещание канала «Россия-24». Я считаю, что нам необходимо в срочном порядке денонсировать это соглашение, которое по факту уже давно устарело и не представляет нынешних реалий. Это соглашение было подписано почти 20 лет назад. Потому я предлагаю отменить спорную четвертую статью, направить запрос в Министерство иностранных дел, проинформировать их, что была инициирована процедура разработки нового договора, если он вообще необходим. Но конкретно это соглашение немедленно нужно отвергнуть. Безопасность информационного пространства нашей страны не позволяет принять его ни в какой форме. Нельзя одобрить эту ужасную безответственность. Абсолютно согласен с тем фактом, что соглашение, подписанное в 1996-м, следовало совсем другим целям. Нас разделяет дистанция почти в два десятилетия. И стратегические реалии нынешней Молдовы изменились радикально. И абсолютно понятно, что мы, в принципе, давно не нуждаемся в подобном соглашении. По сути, Молдавский МИД попросил совет высказаться о дополнениях к программе на ближайшие два года, которые внесла российская сторона. Но члены КСТР даже не обратили внимания на новые положения. В итоге проект программы сотрудничества между правительствами Молдовы и России не одобрили и отправили обратно в Министерство иностранных дел. С рекомендациями отказаться от данной редакции, исключить спорную статью о ретрансляции и переделать документ с учетом сбалансированной взаимной выгоды. На запрос нашего телеканала в Министерстве иностранных дел комментировать решения КСТР пока не стали. Глава пресс-службы МИДа Анна Табан ответила, что поскольку официальное решение Координационного совета к ним поступить еще не успело, то и обсуждать пока нечего. Мнение общественной компании телерадио Молдова, которая также должна участвовать в процессе обсуждения, в МИДе тоже пока ожидают. Мы связались с директором телерадиокомпании Ольгой Бордеяну. Она подтвердила, что проект соглашения получила, но пока не успела сделать выводы. Попытались мы получить информацию и у российской стороны, чтобы выяснить, в чем же должно заключаться сотрудничество в области СМИ. Однако в Международном информагентстве «Россия сегодня» нам ничего ответить не смогли и перенаправили в пресс-службу российского правительства, а там на наши звонки так и не ответили. Программа по сотрудничеству является договором о намерениях и не накладывает никаких обязательств ни на одну из сторон.